18 декабря в ядерном центре ВНИЭФ прошла традиционная пресс-конференция руководства, в которой приняли участие директор ФИАЦ ВНИЭФ Валентин Костюков, глава города Сарова Александр Тихонов и глава администрации Алексей Голубев. Валентин Костюков отметил, что ФИАЦ ВНИЭФ обеспечивает решение задач национальной безопасности, занимает лидирующие позиции в решении задач инновационного развития, сохраняет и развивает научный и кадровый потенциал, обеспечивает высокий уровень социальной защиты и вносит существенный вклад в развитие города. И результаты работы в 2018 году еще раз доказывают это. Ядерный центр в полном объеме выполнил гособоронзаказ и все обязательства перед заказчиками и партнерами, обеспечен рост выручки и производительности труда. Сформирована стратегия развития новых направлений и рыночных продуктов на 2019 год. Орфиац ВНИЭФ – предприятие с высоким кадровым потенциалом. Девяти человеком сотрудников ВНИЭФ присуждена премия правительства 2018 года, в том числе два молодых наших ученых. А Вадим Курулин – самый цитируемый молодой российский ученый, сотрудник ИТМФ. И Сергей Степаненко – лауреат премии национального суперкомпьютерного форума. Вот это вся та часть, которая связана, которая подкреплена. Мы продолжаем формирование кадрового потенциала. В этом году трудоустроено 487 человек, из них 231 молодой специалист и 86 выпускников среднепрофессиональных техникум. Как вы видите, здесь показано формирование кадрового потенциала. Мы также постоянно говорим о том, что сорти НИЯУМИФИ является нашим ключевым вузом по подготовке специалистов. И вот этот физико-технический факультет с девятью кафедрами, значит, он дает нам достаточно большое количество выпускников, очень хорошего качества. И на сегодняшний день, с учетом дополнительно предпринимаемых мер по укреплению базы СОРВТИ, я надеюсь, что эта тенденция останется, так сказать, и в будущем. Хотел бы отметить, что из приема молодых специалистов почти 80% составляют магистры. Дипломы с отличием 46% из выпускников и средний балл по диплому принятых выпускников 4,6. То есть достаточно квалифицированный состав людей, которые мы принимаем. В том числе вот пошла тенденция, связанная с увеличением количества выпускников вузов из Москвы и Станкт-Петербурга. Новые направления работы и рыночный продуктор Фиацвнеев. С удовлетворением хотел бы отметить, что фактически мы сформировали и защитили в рамках пятилетней программы на девятнадцатые и последующие годы стратегию развития новых направлений и продуктов. Они особо важны, поскольку президентам поставлена задача по диверсификации, по конкретным показателям, которые связаны с гражданскими видами деятельности. И вот здесь сформированы центры и комплексы, новые бизнесы, новые продукты, новые технологии и отдельный блок вопросов, который связан с автоматизированной системой управления техпроцессами. При этом достаточно широкое тематическое направление, которое связано практически со всеми тематическими направлениями деятельности наших основных базовых институтов, НИИ, КБ и поддерживающих их заводов. Поэтому здесь же и вопросы, которые связаны и с разработкой программных продуктов, и с созданием новых приборов, с использованием лазерных технологий, и вопросы, связанные с выводом на рынок медицинских препаратов и медицинских комплексов, значит, вопросы, которые связаны с реализацией работ в интересах космической отрасли. Вот это все в конечном итоге дает нам возможность реализовать и видеть себя в ближайшей среднесрочной и долгосрочной программе в рамках их той части, которая и есть. Парфиас ВНИЕФ – социально ориентированное предприятие. ВНИЕФ является социально ориентированным предприятием. Мы продолжаем иметь стабильный социальный пакет. В рамках этого стабильного социального пакета одним из ключевых элементов является вопрос, связанный с программой негосударственного пенсионного обеспечения. В этой программе мы завершили, будем окончательно подводить итоги интеграции в негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. Тем самым, значит, провели работу этой интеграции, сохранение всех тех преимуществ, которые имели наши сотрудники по пенсионному, негосударственному пенсионному обеспечению, подожить ее по накопленным показателям. И продолжаем, и будем продолжать наращивать усилия для того, чтобы эти показатели в рамках нашей деятельности являлись также ключевыми. Хотел бы также отметить, что ВНИЕФ, традиционно участвуя в конкурсах регионального этапа Всероссийского конкурса Российской организации высокой социальной эффективности, имеет хорошие показатели за создание и развитие рабочих мест, за формирование здорового образа жизни, за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы. Вот эти все показатели, все показатели являются достаточно принципиальными. План Орфео Цвнеев на 2019 год. Рассматривая 2019 год, что хотелось бы отметить. По 2019 году мы планируем рост выручки к 2018 году 13%. Эти 13% будут непростые. Здесь, безусловно, есть риски. Но с учетом того, что в текущий год этот процент роста был небольшой, и часть задельных работ с этого года ушло на 2019, я думаю, что он реален, но за него придется побороться. Мы планируем реализовать вопросы, которые связаны с гражданской продукцией, с работой, которая связана с обеспечением национальной безопасности. При этом я хотел бы отметить, вот на 5% вырос этот показатель по сравнению с 2018 годом. Это говорит о востребованности в НИЕФа, несмотря на сужающемся рынке вооружения и военной техники в Российской Федерации, о востребованности в НИЕФа как инновационной структуры в рамках ее реализации. Мы планируем довести доход сотрудников до 80,2 тысячи и реализовать объем работ по новым продуктам более 15 миллиардов рублей. Программа формирования рынка доходного жилья. В сегодняшней нашей части мы выступаем и проповедуем идею, связанную с доходным жильем, особенно на первых этапах для молодежи, тогда, когда молодой человек, приезжая сюда, уже не может смириться с той ситуацией. А в этом году, в 2019 году мы должны будем принять 300 молодых специалистов. Просто молодые люди не хотят жить по двое, по трое в комнате, они хотят иметь, так сказать, свое собственное выражение, свою собственную позицию и так далее. Поэтому будем создавать рынок доходного жилья. Такие переговоры мы начали с нашими здесь компаниями строительными. И ведем этот диалог, и предлагаем им достаточно серьезные гарантии, связанные во ВНЕФе. Четыре общежития, в них живет тысяча человек. Эти общежития либо ремонтировать надо и затратить на их ремонт приблизительно полтора миллиарда рублей с содержанием, либо создать вот этот рынок и заниматься субсидированием доплаты проживания, проживания людей вот в этом доходном жилье для того, чтобы создать в последующем условии для либо его приобретения, либо создания условий для съема нормального жилья в рамках ее реализации. Такая непростая картина, которую мы вот вместе с главой города, с главой администрации на сегодняшний день находимся в заключительной стадии формирования этой позиции и формирования наших потребностей и определенных гарантий для представителей бизнеса этой сферы, потому что ясно, что люди, вкладывая деньги, должны иметь четкое и ясное понимание, когда они вернутся и каким образом это будет реализовано. Вклад РФИАЦ в НЕФ в развитие ЗАТО. 9 миллиардов 186 миллионов – это объемы работ, которые выполняются предприятиями ЗАТО по заказам в НЕФ. Цифра достаточно большая, она резко выросла за последний год. В основном ее рост связан с получением заказов нашими строительными комплексами, которые здесь у нас присутствуют. Ну и дальше мы продолжаем работу с Ассоциацией промышленников и предпринимателей города Саровой. Будем с ними встречаться, подводить итоги. Наша задача с тем, чтобы создать условия, чтобы они на конкурсах и тендерах выигрывали и представляли качественные услуги, создавали рабочие места, платили налоги, платили налоги и создавали здесь на территории достаточно уверенная востребованность специалистов различных профессий, как интеллектуальных профессий, ученых, инженеров, так и рабочих профессий, которые тоже нужны в рамках их реализации. Проект «Большой Саров». На сегодняшний день абсолютно ясно, что город, 95 тысяч жителей, определенные инфраструктурные вопросы и дела, определенная экономика, сложившаяся, значит, которая направлена, она, конечно, требует диверсификации, требует расширения. В связи с этим целый блок вопросов, который связан с тем, что часть направлений уже непосредственно в зато развивать нельзя, понимаете? Их надо развивать на близлежащих территориях, создавать для этого условия. Вот взять, положим, там инжиниринговые компании, которые задействованы, которые задействованы вне Сарова. Ну, достаточно серьезные сложности в соответствии с законом по гостайну создаются для их участия. Вот мы должны создать такого рода условия, вот такого рода условия, чтобы вот эти инжиниринговые компании были вот в этой зоне Б, зоне Б, и которые бы имели подпитку потенциала из основного, основного города. Поэтому, с моей точки зрения, я ее абсолютно не настаиваю на ней, готов дискутировать. С моей точки зрения, город требует развития. Город требует развития, территория требует развития. Можно, конечно, пойти по пути, там, начать вырубать вокруг себя все, что есть, но зачем? Потому что это очень серьезная экологическая экосистема, которая здесь вот сформировалась и функционирует. Рядом достаточно свободные территории, которые здесь у нас есть. В какой форме и как их, так сказать, интегрировать в нашу с вами деятельность, это понятно. В сегодняшней части, ну, конечно, Саров и Внеев с его выручками, с его объемами является одним из, там, трех столпов, на которые стоит юг области. Выкса, Саров и, там, Арзамас. Эти три точки надо развить, интегрировать и реализовать. Туристический паломнический кластер Арзамас Дивеева-Саров. С моей точки зрения, видимо, не очень удачный тезис, связан с туризмом. Его надо заменить на духовность. Вот здесь, с моей точки зрения, мы прежде всего должны говорить о восстановлении духовного кластера, не туристического, а духовного. Понимаете? Туризм – это вторично. Самое главное – восстановить все то, что вот здесь, здесь веками было и реализовано. Причем, восстановить его, вписываясь вот в некую такую нашу сегодняшнюю действительность. Сегодняшнюю действительность. И поэтому, сегодня говоря, вот, об этом проекте Арзамас Дивеева-Саров, я его поддерживаю. Говоря о роли и месте Сарова в его части, ну, конечно, мы с вами должны, просто обязаны восстановить все то, что, так сказать, было на этой территории до, вот, 17-го, 20-го и прочих годов, связанных с его пониманием, с тем, чтобы можно было, так сказать, потомкам оставить вот такое достаточно серьезное духовное наследие. Какова духовная роль вот этого, этой части? Ну, она очень серьезная. Я думаю, что в рамках, вот, Дивеева, Арзамаса, Сарова мы создадим определенные условия для того, чтобы вот эти духовные ценности были восстановлены. Дальше судьба распорядится каким образом и как общество, государство, так сказать, определят его судьбу.